Взрыв в жилом доме в Киржачском районе в поселке Барсово произошло частичное обрушение многоквартирного дома из-за взрыва бытового газа. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей почти в 15 часов. На место незамедлительно выехала техника. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы после взрыва. Ранее в СМИ появилась информация, что при взрыве погиб человек, но не МЧС. Неследственные органы эту информацию не подтверждают. Известно, что сам взрыв, после которого в здании обрушилась кровля, произошел в двухэтажном 16-квартирном доме на втором этаже. Возгорания не последовало. Сам дом находился на территории военного городка. На место происшествия из областной администрации уже выехал в Рио первого заместителя губернатора Александр Байер. В настоящее время на месте работает группировка. В составе 33 человека, 17 единиц техники. По предварительным данным, под завалами находится один человек. Одному человеку оказана помощь на месте. Еще один человек доставлен в больницу. Информация уточняется. Информация поступает из разных источников. В том числе следователи и криминалисты Следственного комитета подключились к расследованию дела. Они уже успели пообщаться с одним из пострадавших. Мужчина рассказал, что вернулся домой и не включал никакие приборы. Его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. В какой-то момент мужчина услышал хлопок и его через окно выбросило на улицу. По данным следкома, пострадавший получил ожог рук и легкую контузию, а соседка ушиб грудной клетки. На приеме у спикера Владимир Киселев провел очередную встречу с гражданами. Люди обратились к председателю ЗАГС Собрания как с просьбами о помощи, так и с законодательными инициативами. Они касались организации патриотических мероприятий, помощи многодетной семье, пострадавшей от пожара, и даже разработки формулы оплаты индивидуального отопления жилья в многоквартирном доме. Что ответили людям, услышала Маргарита Махрова. Елена Зольникова, многодетная мама, на прием к спикеру ЗАГС Собрания пришла со своей бедой. В этом году, 19 января, в поселке Вяткино Судогодского района случился пожар. Частный дом, где жила семья, сгорел дотла. К счастью, никто не пострадал. Сейчас Елена одна воспитывает четверых детей, младшему из них меньше года. Временно судогодская администрация выделила семье двухкомнатную квартиру, но как дальше решить жилищную проблему, женщина не знает. Землю под строительство семья получила по государственной программе. В сгоревший дом вложили все деньги. Сейчас на Елене висит выплата кредита, а сама женщина в декрете. Продать землю теперь тоже затруднительно. Она у меня не продается, потому что там очистные сооружения. У меня уже порядка десятка человек отказались от этой земли. Очистные сооружения, прямо она у вас рядом с очистными сооружениями? 30 метров, да. Вот эта вот речка, вонючка. Проблемы семьи спикер ЗАГС Собрания взял под личный контроль. Для начала молодой маме готовы подсказать, какие меры поддержки семей в такой ситуации существуют на законодательном уровне. О проблеме с очистными сооружениями в Вяткино Владимир Киселев тоже в курсе. Нечистоты действительно попадают в местную речку, а по ней в другие водоемы области. Строительство новых очистных сооружений стоит около 100 миллионов. Решать вопрос нужно вместе с исполнительной властью региона. Давайте мы этот вопрос губернатору напишем письмо по этому вопросу. Подстотическим сооружением. Нам надо что-то делать с ним. Жительница Владимира Ольга Грашина пришла с законодательной инициативой. В квартире, где живет ее семья, есть газовый котел, а их многоэтажный дом в целом отапливается централизованно. Женщина рассказывает, что сейчас ей приходится платить и за центральное, и за индивидуальное отопление в квартире. Выяснилось, что жилищная инспекция сделала предписание на основании правил 354-2011 года, где есть формула общая, не разделяющая жилое и нежилое помещение, оплату. И поэтому нам, так как есть у нас автономное отопление или нет, мы в нее не попадаем. И нам начисляется полностью оплата за помещение наше жилое. Хотя мы отрезаны от центральных труб полностью. Как и все жильцы дома, Ольга готова платить за тепло в нежилых помещениях дома, подъездах и подвалах, но при этом не тратить деньги на тепло в своей квартире дважды. Женщина уверена, что в формулу оплаты тепла на законодательном уровне нужно внести необходимые корректировки. Это вот несогласование какое-то, я думаю, что между ведомствами и федеральными нужно решать. Поэтому мы приняли решение обратиться в правительство, в председатель правительства Российской Федерации, с тем, чтобы данный вопрос был решен разумно. Общественник Сергей Полуэктов готов развивать патриотизм в регионе. Его предложение провести фотоконкурс ко Дню Победы и заняться развитием народного проекта «Улицы Победителей». Так уже много лет называют улицу Совхозную во Владимире. Когда-то там построили свои дома участники войны, а теперь живут их семьи и бережно хранят память о родных. Каждый год накануне Дня Победы на улице проходит праздник. Его поддерживают сами жители, общественники, представители городской и областной власти. Развить эту идею можно в других районах области, а в будущем возможно и по всей стране, ведь свои герои были везде. Не только наша улица. Уже есть поселок Победителей, поселок Бутыли, Цеменковском районе. Мы не говорим, что давайте нам там денег на этот проект. Нет. Нам нужна организационная поддержка. Владимиру Киселёву идея тоже понравилась. Патриотические проекты всегда поддерживают в регионе. С предложением найти свои улицы Победителей в районах области, законодатели обратятся к муниципальным властям. Баргейта Махрова, Александр Мажаров, Шестой канал. Сезон подлёдной ловли открыт. Рыбаки уже облюбовали популярные во Владимире места для зимней рыбалки. Толщина льда на водохранилище Содышко уже больше 10 сантиметров. Сегодня это подтвердили сотрудники ГИМС и Управления гражданской защиты города Владимира. Вместе со специалистами на лёд рискнул выйти и Константин Миронов. Водохранилище реки Содышко большое. Даже после ледостава на остальных водоёмах без течения здесь можно уйти под лёд. Но рыболовы на зимнюю рыбалку уже вышли. Любители подлёдного лова уверены, что никаких угроз на водоёме нет. Когда встаёт лёд, ну как все рыбаки на начальном этапе имеют пешню. Такой, знаете, заточенный лоб рыбацкий. Если вдруг приспешил на рыбалку, я к этому прудишку ухожу и пробую наличие льда. Если вот эта самая пешня пробивает лёд с одного удара, значит выходить нет никакого смысла. Сотрудники ГИМС совместно с Управлением гражданской защиты города Владимира в рамках месячника безопасности на водных объектах сегодня проверяют опасный водоём. Толщина льда на водохранилище измеряется уже в пробуренных лунках. Сегодня рыбакам бояться нечего. Лёд толщиной уже чуть более 10 сантиметров. Выход на замёрзшую гладь водоёма совершенно безопасен. Но с целью профилактики рыболовам всё равно выдают листовки с правилами поведения на водных объектах. Доводим до рыбаков, которые здесь находятся, меры безопасности, меры предосторожности выхода на лёд. В настоящее время, на сегодня я могу сказать, что толщина льда составляет здесь, на Содушке, в этом месте не менее 10 сантиметров. Поэтому в соответствии с методическими рекомендациями рыбаки могут выходить, и имеют право выходить, когда толщина льда не менее 7 сантиметров. Рыбаки рассказывают, что сегодня здесь клюёт плохо. Выходные народу здесь битком, поэтому сотрудники ГИМС регулярно контролируют безопасность рыбаков. На данный момент на Содушке реальную угрозу представляют только место около водосброса, а также прибрежная зона с камышами. У нас группа патрульной службы осуществляет ежедневное патрулирование. Инспекторское отделение, соответственно, в выходные дни. То есть это массовый выход. Сегодня, вы видите, погодные условия не позволяют. Рыбаков не так много на водном объекте. А в выходные дни, конечно, очень много любителей, желающих порыбачить. И активную профилактическую работу среди населения проводим, чтобы знали, раздаём памятки, листовки и напоминаем основные правила поведения на водных объектах. В рамках месячника безопасности основной упор ведётся на подрастающее поколение. Чтобы под лёд не попали малыши, в школах и детских садах проводятся познавательные беседы. Хоть основная масса несчастных случаев приходится на осень и весну, сотрудники ГИМС всё равно просят жителей, собираясь на лёд зимой, не забывать о средствах спасения, которые в критической ситуации помогут остаться в живых. Константин Миронов и Артём Горчаков. Шестой канал. Монетная неделя в ЦФО. Акция под таким названием проходит сейчас в Центральном федеральном округе. Как известно, многие граждане принципиально не расплачиваются мелочью, считая это анахронизмом. А между тем, если бы все монеты вернулись в оборот, государство сократило бы расходы на выпуск бумажных денег. Какие преимущества даёт монетная неделя в ЦФО? И на что идут жители Владимира, чтобы избавиться от скопившейся мелочи, которая уже не помещается в карманах и кошельке? Узнал Александр Рынин. В рамках акции любой желающий может обменять скопившуюся у него мелочь на купюры. Монеты принимаются в неограниченном количестве. Это могут быть и рубли, и копейки. Главное, чтобы в данный момент они были законным платёжным средством на территории России. При схождении мелочи не интересует. Важно, чтобы она поступила в наличный денежный оборот. И неважно, в каких она номиналах, кассиры с этой работой справятся. Вообще, каждый уважающий себя банк в любой день с удовольствием примет у клиента накопившуюся мелочь и обменяет её на купюры. Но услуга не бесплатная. В обычные дни за неё берётся комиссия. Мы поддерживаем, смотрим, мониторим в том числе комиссии других кредитных организаций на территории региона. И приблизительно у всех она одинаковая. Это в зависимости от суммы в районе одного процента. Где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше. В рамках недели обмена мелочи комиссия не берётся. Более того, на табло электронной очереди добавлена специальная кнопка. Так что клиенты с мелочью попадут к кассиру без проволочек. Некоторые, узнав про акцию, даже берут в руки болоток. У нас была дома копилка. Ну и мы всей семьёй, каждый под немножко бросали туда разные монетки. Ну, в один момент мы решили её разбить и узнать, сколько же там. Ну, пришёл, сдал. Почти 500 рублей оказалось. Практика показывает, что только около трети выпущенных в обращение монет активно используются как платёжное средство. Остальные оседают у людей в копилках, просто лежат дома, потому что носить их в кошельках и карманах неудобно и тяжело. При этом средняя продолжительность жизни банкноты около года, а монеты могут прослужить 20-30 лет. Вот поэтому у банкиров сейчас задача вернуть их в обращение. Акция по обмену монет на банкноты продлится до 2 декабря включительно. Обмен металлических денег на бумажные проходят во Владбизнесбанке, отделениях Сбербанка и Банка ВТБ. В каких именно можно узнать, позвонив по телефонам этих организаций. Александр Инин, Дмитрий Журавлёв, Шестой канал. Прямо сейчас коротко ещё о некоторых значимых событиях этого дня. Житель Ковровского района подозревается в связи с 14-летней школьницей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемый познакомился со школьницей и, точно зная о её возрасте, склонил девочку к интимным отношениям. В ноябре этого года девочка сообщила о беременности своему опекуну-бабушке. Со сроком в 24 недели беременную поставили на медицинский учёт. Вот теперь следователи будут оценивать обстановку в семье девочки. Кстати, сам подозреваемый уже выразил готовность помогать будущему ребёнку. У мужчины уже есть семья. Для водителей школьных автобусов проведут дополнительный инструктаж. Поручение взять на особый контроль ситуацию с детскими перевозками департаменту образования дал губернатор области Владимир Сипягин. Решение принято после ДТП с участием школьного автобуса в Меленковском районе 27 ноября. Напомним, тогда при обгоне пас, на котором ехали ученики, врезался в грузовик. К счастью, серьёзных травм никто не получил. Сейчас в области для перевозки детей используются 203 школьных автобуса. Все они прошли техническую проверку перед началом учебного года. Приступили к уборке улиц. Мэрии аэропортуют, что первый серьёзный снегопад не вызвал во Владимире чрезвычайных ситуаций. К уборке городских дорог коммунальная техника приступила в 6 часов утра. Потом машину ЦГД ушли на вынужденный перерыв, чтобы не создавать пробки в час пик. А после 10 часов снова вернулись на линию. Всего в этот день в трёх районах города работало 59 единиц специализированной техники и 89 рабочих ручной уборки. О нечищенных муниципальных дорогах можно сообщать по телефону, указанному на экране. Что касается придомовых территорий, то за их уборку отвечают управляющие компании. Рождественская ярмарка во Владимире вошла в топ-10. Сеть Турстат опубликовала рейтинг самых популярных новогодних ярмарок среди россиян. Гуляния на Соборной площади попали в десятку пользующихся спросом праздников у туристов. В топе наш город оказался на девятом месте. По популярности рождественскую ярмарку на Соборной обошли праздники в Москве, Питере, Екатеринбурге, Казани, Туле, Нижнем, Ярославле и Вологде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В медицинском центре «Селебриум» Сергея Михайленко. Сегодня он гость студии 6-го канала. Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, объясните, пожалуйста, с точки зрения людей всегда это резкий негатив, когда мама таким образом избавляется от своего ребенка. Но с точки зрения медицины есть ли логическое объяснение такому поступку женщины? Да, безусловно, объяснение есть, так как такое поведение не берется ниоткуда. Это не всегда спонтанные поступки. Поэтому это накопившееся времени, напряжение, эмоции, которым не было выхода. То есть мама копила будущая мать, а потом уже мать скопила в себе это днями, месяцами это напряжение. И когда ребенок появился, она от этого напряжения путем выбрасывания, как бы это грубо ни случало, ребенка старается избавиться. А что может стать причиной этого напряжения? Чего оно копится? Все просто. Проблемы в семье, проблемы с мужем, с родственниками, непонимание, нежелательная беременность, неумение строить отношения. То есть та же беременность требует систематической работы над отношениями, над отношениями мужчины, над отношениями женщины. И так как эта работа не ведется, то беременная-беременная. Поэтому, когда уже подходит время к родам, то уже начинаются такие проблемы. То есть уже проблемы назревают и происходит взрыв. Я понимаю, что вы не юрист, но тем не менее практика показывает, что чаще всего такие женщины, которые именно новорожденного ребенка либо отдают, избавляются от него каким-то образом, не несут реального наказания за это. Почему? То есть как можно вот это объяснить с точки зрения закона? То есть что это? Какой-то гормональный взрыв или что? Насчет законодательной базы я здесь утверждать не буду, но насчет состояния женщины могу сказать точно, что как раз первые 100 дней – это самые тяжелые, потому что психологически идет принимание новых социальных ролей. То есть если женщина раньше была просто женщина, девушка, чьей-то дочкой, то сейчас она становится матерью, на нее возлагаются дополнительные обязанности. То есть, соответственно, раньше она заботилась только о себе. То есть сейчас появляется ребенок, о котором нужно следить, заботиться. И такого, что я сделаю, это завтра, послезавтра отложу. Ну вот как бывает такое. Ну а потом не оставить. Ну вот, по-моему, на собственном опыте природой все так устроено, что когда у женщины появляется малыш, она как-то сразу меняется и внутренне. То есть она готова к этому, природа ее подготовила, и она хочет за ним ухаживать. То есть получается, женщина, которая избавляется от малыша, она ненормальная? Ненормальное какое-то течение постбеременного состояния, послеродового состояния? Природа закладывает на нас одно. Да, стремление заботиться. Вообще наша цель жизни – это потомство, которое продолжит наш род. Но, к сожалению, не все женщины, не все девушки проходят это воспитание, то есть взросление. То есть не все понимают вообще, зачем это. То есть психологически, может быть, женщина не готова к беременности? Да, психологически не готова. Потому что давайте не будем забывать, что у нас большинство родов происходит по причине незапланированной беременности. То есть у нас сейчас крайне мало женщин, которые рожают именно потому, что они хотели. Потому что у нас незапланированная беременность преобладает. Отсюда и статистика по разводам, по всевозможным проблемам, ну и семейным отношениям. Ну и, соответственно, в самом пагубном таком случае, это вот такие вот новости, которые мы услышали на этой неделе. Ну а кто же должен женщине помочь? И что в поведении женщины должно насторожить, наверное, ближний круг для того, чтобы обратиться к специалисту? И к какому специалисту? Помогать должны окружающие. Помогать, как мой опыт, как опыт нашего центра показывает, то есть мы сталкиваемся с такого рода проблемами каждый день, требуется помощь всего окружения. То есть получается, что женщина родила, и она зачастую остается с этой проблемой один на один. В данном случае, когда подключается к проблемам ухода за ребенком помощь муж, когда подключаются близкие родственники, то эта проблема уже не кажется такой серьезной. Я так понимаю, что в этом случае нужно, наверное, консультировать не только маму, но и всю семью, все окружение. Ну, безусловно, маму, безусловно, папу. Безусловно, у нас даже был курс, мы проводили для молодых отцов, которым предстоит стать папой, потому что папа, в данном случае, да, мама мамой, то есть на маме все лежит, но поведение папы тоже непосредственно влияет. И то, как папа будет себя вести, из этого и получается, ну, в итоге у нас, скажем так, здоровая или не совсем здоровая мама, которая потом является, ну, женщина, она же как основа семьи, то есть ее эмоциональное состояние формирует в целом все состояние всей семьи. То есть, и, соответственно, если мама на пределе, у мамы нервы уже, ну, расшатаны, то о каком состоянии семьи мы можем говорить? Ну, ты как специалист, как считаете, если даже течение беременности нормальное, если в семье отношения ровные, хорошие, есть понимание, должна ли женщина готовиться психологически к беременности и к родам? Конечно. Она должна готовиться, важно даже сама профилактика. То есть, женщина должна понимать, что ей предстоит. Она должна стараться пробовать, примерить на себя эту роль. Да, скажите, пожалуйста, вообще, каков процент женщин, которые впадают в состояние послеродовой депрессии? Что же им делать? Женщина понимает, что, ну, все, она устала, она больше не может. По статистике Владимирстата у нас депрессия официально зарегистрирована, страдает 20% женщин после родовой депрессии. То есть, пересчете на людей, на количество людей, это 2,5 тысячи человек в год, которые страдают. Но это, я смею утверждать, что это лишь минимум половина тех, кто обратились, те, у кого действительно выявили, потому что этой проблемой не занимаются. Это все решаемо. То есть, ну, безнадежных нет. То есть, говорить, что вот если женщина после страдает, после родовой депрессии, значит, она плохая или какая-то не такая, нет. То есть, у каждого своя психика, у каждого она особенная, но любая проблема, она решаема, ее нужно решать. То есть, резюмируя, можно сказать, что чем раньше женщина почувствует обратиться, тем легче будет выйти из этого состояния. Да, то есть, чем раньше, тем лучше. То есть, затягивать в этом случае нельзя, потому что любое затягивание ведет к последствиям. То есть, все мы знаем про молодых мужей, которые уходят налево, когда жена беременна либо рожает, про то, что там расколы в семьях. Зачастую именно вот эта точка X, этот кризисный период, когда вот маленький ребенок, с него начинается очень часто проблема. Поэтому, когда эта точка отношений, если ее преодолеть в правильном русле, то тогда многих проблем на будущее узнается и забежать. Спасибо вам большое. И я напомню, только что мы беседовали с психологом Сергеем Михайленко. Встретились с любимой писательницей. Накануне Владимирцы смогли пообщаться с автором десятков знаменитых рассказов, повести и романов Диной Рубиной. Ее произведения читают люди по всему миру. На творческой встрече писательница ответила на вопросы читателя и рассказала о своей новой трилогии «Наполеонов о босс». Любопытно, что часть повествования в первой книге «Рябиновый клин» происходит во Владимирском крае. Когда-то под «Вязниками» действительно существовала живописная рябиновая роща в форме клина. Побывала ли писательница в «Вязниках», что нужно для творчества и зачем автору медиума? Расскажем далее. Добрый вечер, дорогие друзья. На таком творческом вечере во Владимире писательница Дина Рубина выступает впервые. В нашем городе, как и во всем мире, от Америки до Израиля, немало почитателей ее таланта. Со сцены она читает фрагменты своих произведений, отвечает на вопросы и рассказывает о жизни и творчестве. Для многих владимирцев чтение книг Дины Рубиной – семейное увлечение. Ольга Гончарова этой встречи ждала с нетерпением. Автограф у писательницы просит заранее для себя и внука Артемия. У меня есть ее особый почитатель, который с четырех лет просто влюбился. Вот в эту книгу называется «Джентльменные собаки». Здесь потрясающее знакомство с русским языком. Когда ему делали легкую операцию, но две ночи мы с ним жили в больнице, рядом были. Я спросила, какую же книгу тебе взять? Он говорит, ты сомневаешься? Писать Дина Рубина начала с юных лет, и теперь она признанный мастер слова. Автор рассказов, повестей и романов. С помощью хитросплетения сюжетов, героев и эпох она увлекает читателя в свой литературный мир. Чтобы история выглядела достоверно, за уточнением деталей и подробностей, автор обращается к профессионалам в разных отраслях, общается со знакомыми и незнакомыми людьми. Их, говорит писательница, можно назвать своеобразными медиумами для автора. Для того, чтобы этот мир получился живым, пульсирующим, пахнущим, для того, чтобы он отражал солнечный и лунный свет, тут нужны огромные работы, какие угодно, вплоть до дренажных работ. Колоссальная работа авторская. Так в новой книге писательницы «Рябиновый клин» описаны в Вязнике 60-х годов прошлого века. Дина Рубина там не бывала. Художественную реальность смогла создать благодаря нашему земляку Николаю Алексееву. Он узнал, что писательница ищет натуру русской провинции для новой книги. Написал и предложил рассказать о Вязниках. В итоге именно там выросли главные герои. И даже название родилось благодаря одному из вязниковских уголков природы. Живописной аллее в лесопарке, между станцией и городом. Рябиновый клин – редкостное явление. Рябиновая роща встречается крайне редко. Мы обменялись примерно полутора тысячами писем. Они все очень разные. Иногда абзац, иногда четыре, иногда четыре листа. Сейчас писательница продолжает работать над литературной трилогией. Она называется «Наполеонов обоз» и рассказывает удивительную историю любви и приключений. На создание исторической линии повествования писательницу вдохновила история «Золотого обоза», который в войну 1812 года пытались вывести из России французы. Но пределов страны он так и не покинул. Теперь его ищут охотники за сокровищами и любители старины. Вторая книга трилогии должна выйти весной следующего года. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, «Шестой канал». Это все, о чем вам успели рассказать. Еще больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте 6tv.ru в наших группах в социальных сетях. Ну и я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5.